Дорогие друзья, продолжаем наш урок по недельной главе шмот И поработили египтяне сынов Израиля тяжелой работой Слово парех в конце означает притеснение, гнет, изнурительный труд Такой вот простой, пшат, то что называется, простой смысл текста Однако мудрецы дают другое толкование этим словам Чем египтяне поработили реально евреев Бе феррах написано, мягкой речью Фараон сказал, вот давайте вместе сегодня на субботник Я и вы, вот увидите, и давайте пошли все рядом, замечательно Трудились, не разгибая спины, чтобы показать свою лояльность Тогда фараон сделал следующее объявление Теперь сколько они сделали вот в этот день Такое же надо, чтобы завтра и послезавтра Только теперь уж сам фараон пошел отдыхать Им не только денег не платили Им даже соломе перестали давать потом для изготовления кирпичей И обязались самих собирать ее Норму выработки оставят прежние И если делали меньше нормы, да Ну ничего страшного, вместо кирпича в стену умруют младенцы Представляете себе вообще ситуацию, да Известно, что Тора ни о чем не рассказывает просто так Каждое слово Торы несет в себе наставление И указывает, самое главное Это не привязка такая вот к какому-то слову Это направление движения Какое послание несет этот рассказ? Для нас сегодняшних Очень простое Оглянемся вокруг Разве мы живем в реальном мире, в котором видим только факты? Нет Такого нет Смотрите, толпы всяких людей Все раздражены, куда-то бегут Никого нет для себя остановиться минуты, чтобы передохнуть А кто их гонит? Кто их принуждает? Сами они Они сами вот взвалили на себя это бревно Сами взяли на себя норму выработки Надо успевать работать, зарабатывать, вырабатывать нормы Не минуты покоя Когда есть минута, надо думать о чем-то другом Опять и так далее Телевизор Как это получилось? Все началось добровольно Они хотели преуспеть, повысить свой уровень жизни Человек хочет сложить основу благосостояния Что написано? Трудились, не разгибая спины Но очень быстро стали чем? Пленниками Мы все стали понемножку пленниками Рабами непрекращающейся вот этой изнуряющей гонки Иногда, не дай бог, в переносном смысле, конечно Муровывают детей в стену вместо кирпича Потому что нет времени для детей Нет времени заняться ими У нас же какой Даже если что-то освободилось У меня для себя тоже должно быть какое-то время И родители поглощаются этой гонкой Различие в том, что в нашем случае мы можем выйти на волю Можно в любой момент нормально взять себя в руки Сказать, хватит Все, урвать час в день для себя Для своей свободы Для урока Для занятий с детьми Можно выплыть из этого водоворота И вот наша ситуация в этом намного лучше Вообще, прежде чем научиться жить по-настоящему Нам нужно заставить себя остановиться Надо в какой-то момент остановиться Сбавить темп, замедлиться И немножечко подумать Вот только когда сбавили темп, мы можем думать Еще надо забрать У людей, говорят мудрецы Право решать за тебя, кто ты Один тебе скажет, что ты плохой Ты расстроишься Второй скажет, что хороший Ты обрадуешься Тебя хвалят или ругают Или предают и так далее Пока у кого-то есть право решать Кто ты Как ты себя чувствуешь Какое твое место в жизни Ничего не будет Надо забрать у людей Право за тебя решать Кто ты и что ты Сказали мудрецы, что в определенной степени Каждый из нас подвержен идолопоклонству И в погоне за какое-то За богатством Или за властью Или за славой Или за какой-то ситуацией Мы поклоняемся образам В первую очередь Собственному образу Так как нам кажется Мы должны выглядеть в глазах окружающих И самая явная форма Идолопоклонства Пока болеет Это гневка Но наши эмоции Зависит от внешних раздражителей Нас тут на машине подрезал Сразу ненависть такая у нас проклятие Там кто-то что-то наступил на ногу Или еще что-то Но когда мы вот в этом С машины, которая нас подрезали Кричим на другого автомобилиста То мы боготворим Четырехколесного идола И теряем самообладание Когда мы общаясь с людьми И причиняем боли То мы поклоняемся темным силам Становясь идолопоклонником Мы позволяем внешним ситуациям Или даже другим людям Управлять нами Разжигать злобу или ярость И что происходит В этот момент Мы разрываем связь со светом Все И сами окажемся в темноте Сегодня поколения самые маленькие Самые маленькие Самые, ну если сказать низкие Самые далекие от света И мы не понимаем И очень реально не понимаем Как от такого ничтожного поколения Можно прийти к избавлению мира Однако правда заключается в том Что чем больше мельчают люди и обстоятельства Чем дальше мир отходит от света От Туры Тем больше свет приходит При любом самом маленьком обращении Человека к духовности Вот наш урок условно Я думаю что Зажигает очень много свечей Потому что Сегодня люди этим просто не занимаются Поэтому ценность любого обращения Сегодня многократно вырастает Поэтому если мы с вами Потратим хотя бы Какой-то кусочек своего времени В день На то чтобы Отойти от физического мира И немножко приобщиться к духовному Ну мы будем большие победители Парахава Ацлахава Продолжение следует... Продолжение следует...